Еще недавно они были простыми жителями Плесецкого района, сейчас для них раскручивают ковровую дорожку. На них будут направлены объективы видеокамер героев фильма «Белые ночи» и «Почтальона» Алексея Трепицына и режиссер Андрей Кончаловский здесь, в кинотеатре «Русь» прямо сейчас. В это трудно поверить и не только зрителям, но и артистам. Где жизнь, а где игра, где реальность, а где иллюзия. Сама идея снять кино в таком необычном формате стерла все привычные грани. А ведь это и вправду они, наши соседи, знакомые, земляки, стали героями для режиссера с мировым именем. Учиться надо у всех, а у таких людей, которые снимались у меня, учиться можно очень многому. Во-первых, непритязательности в жизни, способности выжить в любой ситуации, способности сохранять спокойствие и терпение. Это очень важно для нашей страны. Но я вам должен сказать, что северный человек в этом смысле, человек север, он особенный. У него особенная выдержка, он спокоен. И в нем есть некое, даже, я бы сказал, такое сдержанное благородство, особенное. Он не южанин, понимаете. И это я и старался в картине показать, собственно. В премьере «Белых ночей» в Архангельске предшествовал прокат на Первом канале. Тогда мнения зрителей разделились. Кто-то критиковал фильм за чрезмерную реалистичность и изобилие нелицеприятных деталей. Кого-то покорила красота пейзажных зарисовок и человеческих образов. Однако, какими бы полярными ни были мнения, эта картина, лишенная вымученной неправды, для нас, северян, по-своему дорога. В моем, конечно же, субъективном понимании. Россия есть, она богата своей деревней, богата своим диапазоном от этой сложной, непростой обстановки в маленьком селении и до летящей вверх великолепной ракеты. Как объясняет сам Андрей Кончаловский, для съемок фильма выбирали не место, а человека. Почтальонов искали в разных регионах России и находили. Каждого со своей историей. Кто-то развозит почту на лыжах, кто-то ездит на тракторе, но только наш, вершининский Леша Трепицын, оказался идеальным героем, добрым и мудрым человеком, да еще и с хорошим чувством юмора. Допретить матюгаться, которые ко всем привыкли, и получился бы не мой фильм, мне кажется. Потому что Егири такой замкнутый, потому что начал бы говорить, вместо матюга слова бы искал, думал, и получил все такое торможение. А тут два слова, два раза врезал, слово вставил, предложение есть. Я там у него недократно бывал, это мой друг Алексей. И я там все видел, то, что там показали, это все отражается в фильме. Алексей очень добрый, очень хороший человек, трудолюбивый. Он болеет за своих жителей, прежде всего, конечно. Как в фильме, так и в жизни. Он и правда заботится о своем одиноком приятеле Колобке и на гонорар от фильма купил новую гармошку. А специально привезенный породистый кот Филя после съемок остался жить в деревенском доме. Казалось бы, что может быть проще, чем показать такую реальность? Но именно за эту простоту и честность Алексея Трепицына полюбили и участники съемочного процесса, и зрители целой страны. Я думаю, это фильм немножечко о любви и о свободе человека, о Леше. Про то, как выживают в деревне, снимали многие. Реже показывали, как живут. Герои Белых ночей не борются с безысходностью и одиночеством. Как и все мы, они ждут прекрасного настоящего, которое почему-то всегда уходит за горизонт. И как и все мы, они по-своему счастливы. Терпим, потерпим, потерпим, демобилизуемся, жизнь будет, ну елки-дерпицы. Почему-то, я не знаю, вся жизнь пошла в каком-то терпении. Картошку-то начал копать? В деревне почтальона Алексея Трепицына осталось всего четыре жилых дома. И уже совсем нет молодежи. А потому на вопрос, какое будущее у деревни и есть ли вообще это будущее, героям фильма ответить сложно. И все же они, оставив позади программы на первом, интервью и пресс-конференции отправляются на малую родину. Жить, развозить почту, встречать и провожать свои белые ночи. Екатерина Грицыенко, Олег Ширяев, Панорама Севера.